В четверг Газпром и Болгария подписали протокол об окончательном инвестиционном решении по строительству газопровода «Южный поток» на территории республики. Таким образом, Газпром завершил оформление документов со всеми транзитными странами и теперь может приступить к началу строительства, которое запланировано на 7 декабря. В окончательном варианте основной маршрут трубы пройдет от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы, по дну Черного моря, через территорию Турции, выйдет в Болгарию и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. Важность проекта обусловлена тем, что, во-первых, Россия теперь не будет зависеть от капризов стран-транзитеров, а, во-вторых, усилит свое экономическое влияние в европейских странах. Неудивительно, что с самого начала и до сих пор проект «Южный поток» сопровождается волной критики со стороны наших недоброжелателей. Вы заметили, что ни один наш выпуск не обходится без новостей космической промышленности. На этот раз ракета-носитель «Союз-2.1а», запущенный с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту спутник «Меридиан». «Меридиан» — спутник двойного назначения, предназначенный как для военных, так и для гражданских целей. Он должен обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми станциями. Кстати, осев мор пути, известно, что перевозка грузов по нему вместо Суэцкого канала даст возможность снизить транспортные расходы примерно на 40%. Общая площадь льдов в Северном Ледовитом океане непрестанно снижается, что в скором будущем сделает Северный морской путь новой торговой артерией мира. Стоит ли добавлять, что это изменит всю геополитическую ситуацию? Недаром в последнее время все больше споров возникает насчет принадлежности Арктики. Даже Китай заявляет на нее свои права. Россия же готовится своим чередом. Снаряжает экспедиции, возрождает ледокольный флот, выводит на орбиту новые спутники. Об этом мы уже рассказывали. Кроме того, планируется создание около 10 современных арктических центров спасения от Мурманска до Камчатки. А на неделе было подписано новое соглашение между Росатомом и Новотек в рамках проекта Ямал-СПГ. Согласно ему, Росатом будет помогать проходить через льды Северного морского пути танкерам с сжиженным природным газом. По проекту на Ямале будет построен завод по сжижению газа, морской порт и танкерный флот ледового класса. По исследованию «Глобальное спортивное влияние» Россия вошла в тройку самых влиятельных спортивных держав в 2012 году и получила статус лидера мирового спорта на ближайшие 6 лет. Этому способствовали не только наши спортивные победы, но и открытие большого количества спортивных объектов, а также грандиозные спортивные мероприятия, которые пройдут в нашей стране. Продолжение следует...